Всем привет, уважаемые друзья! Всем добрый вечер! Мы с вами на матче чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизион А. Указание, что никто не атакует, а здесь войсковых по левому краю подключается, шикарно, как сейчас не забивает. Поспорить, конечно, можно, но делать это не нужно. Классная подача, вот это шикарно, абсолютно было, и Никита Сурков открывает что-то в сегодняшнем матче. Смотрим. Во-первых, классная нацеленная подача, и удалось. Здесь Сурков, вы знаете, отклеится от своего оппонента. Плохо так пошел Саид стелиться в центре, но не попал в мяч, и не сыграл в мяч, и быстрая атака Родины, удар в дальний угол, не попадает в створ ворот. Честно говоря, думал, я буду Бирюков уходить левее, и там уже искать варианты для навеса, но нет. Угол вариант менее очевидный, но не менее эффективный, на мой взгляд. Кому вообще исторически все эти стеночки забегания принадлежат? Трухин, да ладно, успевает, а какой момент-то был? Вот это, да, Роман Тарасов тащит. Вы знаете, есть такое ощущение, что футболисты Зова довольны только тогда, когда игрок забивает, потому что Трухин сейчас тоже на орехи получил. Что он мог здесь сделать? Отдать кому-то передачу? Ну, в теории, кстати, мог. Ну, дальше посмотрим, как будет. Понятно, здесь еще Гончаров, как опорник, опускается третьим центральным в начале атаки. Вряд ли он постоянно в центре обороны пропишется, но пока смотрим за атакой хозяев. Удар в дальний угол, вышиворот мяч проходит. Также, да, Виталий Жумагазиев опускается в центр обороны. Я так понимаю, что теперь это его позиция. На правом краю Абдулин против него. На ложном движении Трухин убрал. Какой класс! Какой класс! Просто шикарный гол забивают гости и забивающий каждый тур до этого. А Ефим Золотарев забивает. И сегодня 2-0. Гости удваивают преимущество. Давайте отметим вот здесь Трухин, посмотрите. Оп, показал влево, оп, и пошел вправо. Да, здесь мне удалось сориентироваться к Дамиру Абдулину. И, пожалуйста, свое тело он сделал. Теперь посмотрим, как партнеры будут оборонять это преимущество. Вот это момент был. Там, по-моему, штанг даже задел мяч после Сева Данила Авдюшкина. Не очень старт, естественно, авторов забитых мячей. Я вам это назову. После вот этого момента у Зова какой шанс был у Никиты Бедричука. Но в створ Никита не попал, хотя сделал все по уму. Классно обработал мяч, классно пробил буквально там, ну, наверное, сантиметров 20 левее. И все. Мячу за тайм забивает. И треть тайма всего остается в распоряжении Родины на то, чтобы отыграться. Подача. И момент какой 3-0. Все. Я думаю, что это финальный штрих. Владислав Рыжков. Ладно, смотрим. Подача слева края сейчас пойдет. Вот она и Рыжков шикарно в касании, не давая мячу без вариантов. Вообще для вратаря было, для вратаря Родины. Поэтому исход такой не очень тяжелый для Родины. Ну что ж, Зов уверенную крупную победу одерживает со счетом 3-0. Набирает 7 очков, поднимается на седьмое место. И в хорошее настроение уезжает со стадионом Спартаковец.